здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и с вами я юрий гимильфор на минувшей неделе председатель комитета госдумы по вопросам семьи женщин и детей тамара плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами которые приехали на чемпионат мира по футболу к сожалению привести полную цитату этого российского и ксенофобского заявления я не могу потому что российское законодательство таково что сделала это заявление госпожа плетнева а по 282 статье за ретрансляцию подобного рода российской мерзости буду отвечать я я еще раз повторяю я не могу его процитировать но ссылка дана в описании каждый желающий может ознакомиться с этим заявлением а также понять что в этом заявлении было российском так вот в мой адрес поступило много писем с просьбой прокомментировать и высказать что я думаю на эти но больше всего меня удивило то что среди людей которых я в общем то до недавнего времени я считал адекватными здравомыслящими толерантными стали распространяться идеи типа того что а вы вдумайтесь что она сказала и так сказать по надо понять и простить ну что я могу сказать на эти во первых сама по себе вот то что госпожа плетнева заявила еще раз повторяю ссылка да на описании настоятельно рекомендую ознакомиться чтобы понять о чем идет речь если кто-то еще не в курсе но подавляющее большинство людей знают о чем идет речь в любой цивилизованной стране подобного рода официальное лицо уже на следующий же день ушло бы в отставку но не в россии но в данной ситуации я лично считаю что вот после подобного российского заявления госпожу плетневу необходимо гнать из госдумы с саными тряпками а после того как ее выгонят оттуда возбуждать дело по статье 282 за возбуждение ненависти по признаку расы это вот моя точка зрения если конспектив более того вот тем кто говорит и оправдывает госпожу плетневу тем что говорят ну а что вы хотите россия страна в общем то где толерантность к иным расам стремится к нулю что вы хотите она наоборот мол заботилась о тех детях которые родятся в таких смешанных браках что у нее будут проблемы я хотел бы подчеркнуть два момента ну во первых я не наивен и говорил уже много раз что россия действительно страна крайне ксенофобская российские настроения в россии достаточно сильные на бытовом уровне подчеркиваю и в этом отношении к сожалению вот те кто оправдывают госпожу плетневу правы я хочу только одно сказать если подобного рода мадам она придерживается подобных воззрений то есть следует идти торговать семечками или водкой волкомаркете но не лезть в государственную думу а если подобного рода персонаж с таким мировоззрением пролез в госдуму то по крайней мере следует как минимум фильтровать базар это я умышленно опустился вот до подобного рода лексики чтобы господа которые придерживаются подобного рода воззрений меня поняли а как известно говорить с людьми необходимо на том языке который они понимают далее хочу задать риторический вопрос а вот скажите вот да я еще раз повторяю я согласен с тем что в россии толерантность к иным расам и нациям к сожалению стремится к нулю но ответьте мне на вопрос а кто возбуждает ненависть 24 часа в сутки из каждого утюга это делают наши сервильные сми ваш покорный слуга уже устал повторять что вот это вот боевая пропаганда ненависти она дает свои ядовитые всходы и вот в данной ситуации госпожа плетнева не борется с этим а потакает этой ненависти причем вот что интересно если вдуматься то в данной ситуации заявление госпожи плетневой о межрасовых браках их последствиях я еще раз повторяю не могу я это процитировать это экстремизм чистой воды это кроме всего прочего еще и призыв к нарушению территориальной целостности российской федерации вы удивлены высушите до конца если продолжить логику депутата госдумы госпожи плетневой то получается что россия должна стремиться к моноэтничности монорасовости и мононациональности но я напомню что россия не только многоконфессиональная страна но и многонациональная страна то есть по сути дела вот любой человек который даже те тем страшнее кстати поддерживает госпожу плетневу в ее пещерных взглядах он сделает вывод надо стремиться к моноэтничности монорасовости так получается значит это что же получается нам госпожа плетнева предлагает разбегаться всей стране по своим национальным квартир я между прочим напомню что да действительно афроамериканцы ну в россии довольно редки но в россии кроме европеоидной расы живут еще и также достаточно много представителей монголоидной расы и это тоже есть факт что уж тут греха таить и это с моей точки зрения нормально потому что еще раз подчеркиваю россия поле этническое много этни национальная страна и много конфессиональная страна и когда депутат госдумы делает такие заявления мне просто извините за нетолерантность но мне хочется сказать что ты несешь сексуально скособоченная бабуля что ты несешь вообще вот в голове у человека что-то есть но вот что-то мне при этом подсказывает что никаких последствий вот не падает как раз для этой мадам не будет и в этом как раз 3 очень печальный момент потому что у нас наблюдается как выясняется двойные стандарты то есть людей за лайки и репосты могут посадить и я напомню что уже только количество заключенных в российской федерации по и осужденных точнее так будет более правильно по этой статье она уже измеряется сотнями но вот интересно вы сомневаетесь в том что для госпожи плетневой наступят какие-то юридические последствия пока она депутат госдумы я убеждаю туда что убежден тут по закону против нее нельзя возбуждать уголовные дела здесь должна решать как минимум опять же мы рассуждаем с точки зрения закона комиссия госдумы по этике но минуточку а что вот как вы думаете госпожа плетнева разделить судьбу геннадия владимировича гудкова который просто только за то что он не согласился с генеральной линии партии он был изгнан из государственной думы они так поступят я сильно в этом сомневаюсь хотя еще раз повторяю что с моей точки зрения вот это вот сексуально озабоченную расистку надо гнать из не только из государственной думы а вообще с государственной службы что ее уровень подготовки ну на уровне толерантности это уровень уборщицы но я убежден что в данной ситуации для этой мадам никаких последствий не будет напротив я совершенно не удивлюсь если вот после того что я вам сейчас говорю какой-нибудь озабоченный патриот точнее озабоченной чистотой крови российской в российской федерации на меня напишет ябеду в центр или куда-нибудь еще но в данном случае с моей точки зрения это есть российские реалии но в качестве по скрипту хотелось бы подчеркнуть особо одну вещь ни одна страна мира которая пропагандирует вот подобные взгляды в современной ситуации долго не живет и по такая вот подобного рода бытовому расизму бытовому нацизму и по сути дела давайте назовем свои вещи своими именами бытовому фашизму это очередной шажок не не в плане пробития дна а в плане того что это шажок к распаду нашей страны и вот за это вы можете сказать спасибо вот подобного рода госпожам плетневым и уж завершая тему я бы очень хотел чтобы вот подобного рода персонаж был в государственной думе российской федерации в единственном экземпляре но что то мне подсказывает что подобного рода взгляды разделяет не одна госпожа плетнева еще раз повторяю хотел бы ошибиться всем доброго подписывайтесь на канал не ваш вот не забывайте ставить лайки распространять это видео если будут вопросы присылайте мы их с вами обязательно обсудим и главное напоминаю выводы друзья всегда и во всем делать только вам до встречи